Значит, раз, два, три, четыре. Отжимания в положении лежа, подтягивания, отжимания на брусьях. Набор упражнений стандартный. Отличие лишь том, каким образом их нужно выполнить. За определенное время участникам соревнований требовалось выполнить максимальное количество подходов, а после практически сразу переходить к другому снаряду. Задача не из легких. Все хорошо выступают. Мы опять поменяли порядок упражнений, опять усложнили задачу. Потягивали нас с самого последнего упражнения. Так что, усложнили как важно. В этот раз к участию в турнире допускались только мужчины. Все были разделены на три возрастные группы. По ним и выявляли победителей. До последнего нельзя было выделить явного фаворита. Каждый следующий участник мог показать лучший результат. Итоговая оценка зависела от суммы подходов по каждому этапу. Все-таки я волненную. Есть какой-то, что можно прикалываться там, пачка. Мы не сможем идти. Как-то неудобно. Если очень сильно постараться, то можно и выиграть. Но, наверное, это основное, что мы не в победу. Если раньше в соревнованиях по большей части принимали участие спортсмены средневозрастной группы, то в этом турнире наибольшее количество заявилось в старшей. Каждый год стараемся заниматься. В этот раз очень тяжело. Волосы и брусик. Сразу отжимания. Убили грудь. Под компасными подтягиваем. Все. Что хотел сделать, сделал, но к результату не совсем надо. Чего я не хожу. Хотелось больше. Обзяться в том. Какой есть, такой есть результат. Прямо взять кто-нибудь. В результате победителем в старшей группе стал Радик Ахатов. В средневозрастной группе золото досталось Роману Ромашенко. Среди младших спортсменов наибольшее количество баллов набрал Денис Мартынов. Мы планируем провести еще такой турнир приблизительно в августе месяце. Будем стараться больше рекламировать, чтобы у народа было побольше.